Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Роман Гриценко на ток-шоу в городских квартирах вновь признался в любви к Ольге Бузовой. Рома заявил, что ведущая не выходит у него из головы, поэтому он ничего не может поделать. В брендовой семье не утихают скандалы. Алёна Савкина рассказала, что Дима выгнал тёщу из дома и женщина вынуждена жить на поляне у младшей дочери. Дмитренко терроризирует свою жену, требуя, чтобы та отказалась от помощи матери и отправила Татьяну Владимировну домой. Ольга нервничает, плачет и боится, что у нее пропадет молоко. Мария Кахно уговорила Саймона вернуться на Дом 2 и скорее всего мы его скоро снова увидим в эфирах. Сергей Кучеров сделал предложение руки и сердца Юлии Ефременковой. Бывший участник Дома 2 специально прилетел на Сейшелы, чтобы организовать сюрприз для любимой. К слову, ведущая телестройки даже не догадывалась о том, что ее Сережа созрел для такого серьезного и ответственного шага. Он отметил, что доволен реакцией возлюбленной на предложение стать его женой. Несмотря на долю неуверенности, свойственную всем, кто решился идти под венец, избранники счастливы и готовы прожить друг с другом всю жизнь. Саша Черно снова в недоумении. Их отношения с Аганесяном очень изменились, а ее все равно продолжают поливать грязью в соцсетях и пишут, что мирятся Саша с Иосифом только ради конкурса. Илья Яббаров сделал официальное заявление. У него есть двое внебрачных сыновей. О них он узнал недавно и отказываться не собирается. Интересная новость с сайта шлок. Лиза Триандефелиди дала интервью журналу Дом-2, где рассказала о несчастье, которое с ней произошло. Бывшая участница проекта так увлеклась построением отношений на телестройке, что совсем забыла о дочери. А когда вспомнила, то было уже поздно. Бывший муж с девочкой видеться не разрешает. И Триандефелиди придется отстаивать свое право на общение с ребенком в суде. В трудную минуту от нее и любимый человек отвернулся. Чайчат сказал, чтобы она сама решала свои проблемы. После чего Триандефелиди поняла, что им не по пути. Тяжелая депрессия накрыла молодую мать, у которой отняли ребенка. Поэтому она вчера отдыхала с Сашей Чернов в Кальянной. А сегодня они весело тусят за городом в компании бывших участников Дома-2. Поют песни и веселятся. Друзья, пожалуйста, оцените это видео. Поставьте лайк или дизлайк. Подлый поступок Алексея Купина и Романа Капаклы ежедневно обсуждается в эфире телепроекта Дом-2. После возвращения ребят на поляну их ждал жесткий разбор. Как и предполагалось, никого из них на голосовании не выгнали. Однако на проект приехали мамы Марины и Майи. Ирина Михайловна Донцова высказала будущему зятю все, что о нем думает. И швырнула подаренный букет прямо в лицо. И потребовала, чтобы Леша ушел, иначе будет только хуже. Парень попытался заявить, что с ним так общаться не стоит. Однако Донцова-старшая горой стояла за свою обиженную дочку. Ольга Жарикова рассталась с Сашей Гобозовым. Девушка написала. Прощать сейчас я его не намерена. Есть несколько причин, чтобы я его не прощала. Это то, что он много времени проводится ли Анной. И считает, что в этом ничего плохого нет. И еще одна причина, это то, что он оскорбляет и посылает. В моих отношениях это недопустимо. И пока Саша это не поймет, вместе мы не будем. Я допускаю тот момент, что мы сможем сойтись. Но если он еще раз пошлет меня на три буквы или оскорбит, это будет уже точно точка. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok